Здравствуйте, друзья! В эфире Дачные советы. Конец марта. Сколько тревог у дачников, поскольку именно в это время происходят самые большие выпады рассады. Давайте решать сегодня вместе эту проблему. Как уберечь растения? Если вы в начале марта их посеяли, то сейчас самые критические моменты в жизни томатов, перцев и капусты. Вы читаете мои журналы регулярно и знаете, что в холодной почве без доступа воздуха всегда развиваются корневые гнили. Но надо было сразу, видите, вянет растение. Но загляните, что у вас там внутри-то? Пальцем залезьте, вилочкой, расковыряйте землю. Если там мокро, подсыпьте туда немножко вермикулита, чтобы он забрал избытки влаги. Прекрасный кондиционер. Можно вот новый препарат подсыпать немножко, чуть-чуть. Кондиционер почвы, почвоулучшатель. Прям присолите почву так, как солите картошку, когда жарите. Реал сил, сила жизни по-русски. Почвоулучшатель. Он тоже уберет избытки влаги и делает доступ воздуха к корням растений. Второй фактор, из-за чего страдает растение, это очень сухой воздух. Тоже об этом писала. Увлажнителей нет, денег на его покупку нет, тряпки на батарее мокрые вешать не хотим. И как быть? Значит, работайте с симуляторами, которые снимают все стрессы с растения, в том числе и сухой воздух, и нехватка света. Я использую в этом году впервые изобион, что повысит иммунитет растения, чтобы оно выстояло в таких стрессовых ситуациях. Аминокислоты тоже об этом писала. Где их много? Да в водорослях. Хотите наши, местного производства, самарского. Вот он какой красивый зеленый настойчик. Хотите заграничный вариант? Он дорогой, но концентрация-то будь здоров какая, можно работать все лето по листьям опрыскивая. Я их уже и под корни даю потихонечку, помаленечку, тет и другой. Для малышек особенно хорошо. Чуть растения подросли, стали повзрослее, уже могут получить вот такую пару удобрений, как вытяжку из биогумуса, плюс по листьям органно-минеральное удобрение благо. Хороший вариант. Взрослым растениям уже можно будет давать вот эти вот заграничные новинки, как нутривант с изобионом. Вот и все тайны. Только не надо усердствовать. Вчера позвонила дачница, которая регулярно звонит. Самый старательный из всех дачников. У нее чего только нет. Она слишком усердствует над рассадой, и у нее тоже бывают проблемы. Она перекармливает ее. Столько пичкает и в землю. Ну нельзя, товарищи. Отделяйте рекламу разумно. Где идет реклама, а где свести это все к минимуму. Ну нельзя туда так много всего пичкать. Так, сейчас начался период, когда февральскую рассаду нужно пересадить в двухлитровый кашпо. У меня даже мартовская. Видите, какая хорошая. Сеяла 6 марта. Ну потому что... Потому что живет на водорослях. Это панекра. Вот такая коренастенькая, хорошенькая рассада. Потому что есть досветка. Лампы хорошие стоят. Досветка дается 14 часов для томатов. Лучше бы и 16. И обращаю внимание, это не все знают. Для перцев не нужна такая длительная подсветка. Это культура короткого дня. Достаточно буквально 10 часов, но максимум 12. Пожалейте свой карман. Поэтому перцы выращиваем под одной лампой, на одном столе. И досветку даем 10, максимум 12 часов. Иначе урожайность у перца будет ниже. А томатом в другой комнате стоит рассада. Там даем 14 и даже 16 часов досветку. Это очень важно для того, чтобы рассада была хорошая и коренастая. Уже пора вот такие растения расставлять и не держать их вместе. Им будет тесно. Поэтому в этот момент, когда корневая система у нас занимает весь объем этого горшочка, важно вовремя пересадить растения. Видите уже, корни-то здесь. Не давайте им переплетаться. Вовремя пересаживайте. Как всегда, мне помогает мой мноук Алексей. Он насыпал в кашпо объемом 2 литра почвенную смесь на дно. Теперь я ее проливаю немножко раствором теплой воды, куда добавила суспензию хлореллы. Опускаем аккуратно. Засыпаем почвенной смесью. По бокам слегка уплотняя ее, чтобы не было воздушных зазоров. С этой же целью еще и проливаем чуть-чуть. Теперь растения взрослые переливы не боятся, но все равно не усердствуйте. Вот так, помаленьку, по периметру кашпо пролили. Впиталась эта влага моментально. Еще досыпаем почвенной смеси сухой до верха кашпо. Все растение посажено. С новосельем тебя, гибрид по некро. Надеемся на взаимную любовь и отдачу высоким урожаем. И бегом под лампу, присоединяясь к своим друзьям. Компания «Биокомплекс» производит и реализует органические средства по уходу за растениями. А также в широком ассортименте «Биогрунты». Подробности на сайте bio-complex.rf. Внимание, новинка! Экологичное, безопасное, высоко концентрированные органоминеральные удобрения «Благо» на основе озерного сапропеля. Оптимальная доза расхода удобрения в рабочем растворе – 10 мл на сотку земли. Справки по телефону в Самаре 225-24-67. Ред Скарлетт Здравствуйте! Продолжаем разговор о лучших сортах семенного картофеля для нашего региона. Ред Скарлетт – этот сорт знаком практически каждому дачнику. Он относится к сортам сорокодневкам, которые позволяют получить первый урожай уже на сороковой день с момента сходов. Ред Скарлетт считается одним из лучших голландских сортов, но и в нашем седьмом регионе сорт Ред Скарлетт уже проверен временем и является лидером продаж. Клубни у него очень красивые, гладкие, ровные, с ярко-розовой кожурой и кремовой вкусной мякотью. Глазки мелкие, поверхностные. Оптимальное соотношение крахмала в клубнях от 10 до 15% обеспечивает плотную консистенцию и нежный вкус. Этот сорт, в отличие от сорта Жуковский ранний, очень урожайный. До 20 кг – это два ведра отборной картошки с одного квадратного метра. И сорт этот, опять же, по сравнению с сортом Жуковский ранний, устойчив к фитофторе, раку картофеля, нематоде и отлично хранится до следующего урожая. Еще два сорта сорокодневки – это сорта отечественной селекции «Ажур» и «Лидер». Эти сорта тоже очень урожайные. Урожайность на 45-й день после полных всходов до 120 кг в сотке, а окончательная урожайность до 400 кг в сотке. Сорт «Ажур» очень красивый. Клубни у него овальные, с розово-бежевой кожурой. У сорта «Лидер» клубни круглые, со светло-бежевой кожурой. Мякоть и у «Лидера», и у «Ажура» белоснежная. Эти сорта для любителей картошки с белой мякотью. Хотя мнение о том, что самая вкусная картошка только с белой мякотью, опровергает сорт «Адрета», мякоть у которого кремовая. Но сорт «Адрета» считается эталоном вкуса с 1975 года. Это более 40 лет. Оба сорта, и «Ажур», и «Лидер» очень пластичные и дают высокий урожай практически на любых видах почв. Они устойчивы к раку, картофельной нематодии и фитофторозу. И, конечно, не будь мы магазинами «Дачная коллекция», если бы не приготовили для наших дачников что-то очень интересное. Мы привезли вам легендарный сорт «Синеглазка». Самое вкусное картофельное пюре получается только из сорта «Синеглазка». Это доказано и проверено временем. Сорт действительно легендарный, потому что создан в послевоенное время и до сих пор держит пальму первенства среди самых вкусных сортов. Нет у него конкурентов. Клубни сорта картофеля «Синеглазка» крупные, овальной формы, с ярко-фиолетовыми глазками. От них и название сорта. На срезе мякоть имеет белый цвет. Урожайность высокая, до 500 килограммов сотки. Сорт картофеля «Синеглазка» устойчив к фитофторе, гниле и парше. Все мы, сажая картофель на наших приусадебных участках, рассчитываем на высокий урожай. И сегодня я хочу порекомендовать вам уникальное удобрение «Благо». «Благо» – это концентрированное органоминеральное удобрение с высоким содержанием кремния. Это чудо-удобрение изготовлено на основе озерного сапропелля с добавлением макро- и микроэлементов. Но кремний – это самый главный элемент, который является редчайшим элементом и входит в состав удобрения «Благо». Кремний придает механическую прочность органам и тканям растений, предохраняет их от поражения насекомыми и патогенными грибами и значительно увеличивает иммунитет у растений. Итак, делюсь с вами секретами получения высокого урожая картофеля. Вы покупаете семенной картофель лучших сортов, репродукции не менее первой, и перед посадкой обрабатываете клубни удобрением «Благо». Или обмакивая их в раствор удобрения «Благо», или опрыскивая удобрением «Благо» по клубням. Расход этого удобрения минимален. Всего два вот таких маленьких колпачка на 10 литров воды или 10 мл, 2 чайных ложки, на 10 литров воды. Затем в течение всей вегетации картофеля вы делаете две или три вне корневых подкормки удобрением «Благо» по листу. И вот в этом случае урожай вашего картофеля будет очень высоким. Вот такого флакончика 100 мл хватит для обработки 10 соток земли. Дорогие дачники, выбирайте и сажайте, удивляйтесь и радуйтесь, а мы постараемся помочь вам в этом. Магазин и дачная коллекция предлагают покупателям лук-сивок, луковицы цветов, семенной картофель, светодиодные фитолампы, уникальное удобрение «Благо» и многое другое. Внимание! На сайте открыт интернет-магазин. Адреса магазинов улица Победа 111 и улица Самарская 36. Сегодня и завтра благоприятные дни для посева многих видов культур, которые дают урожай над землей. Поскольку луна начала расти, и мы сеем томаты, перцы, баклажаны. Это последняя возможность. Дальше уже нет смысла сеять. Вы не получите урожая, опаздываете. Поэтому у кого не получилось рассады, еще имеют возможность исправить положение. Только покупаете уже скороспелки. Я буду сеять огурцы, поскольку у меня теплица имеет отопление. Огурцы буду высаживать где-то примерно после 20 апреля в теплицу. Как раз им и нужно 20 дней. 20-дневная рассада – самая лучшая для высаживания в теплицу. Так, беру огурец «Уран», поскольку он себя очень хорошо ведет в холодную погоду. Как будто и не замечает холодных ночей. Молодец, японец! Семена инкрустированы, поэтому не замачиваем и не обрабатываем. Они уже обработаны террамом. Это видно, потому что они имеют разноцветную окраску. Сажаем на глубину 2 см семечко. Засыпаем почвой. Слегка уплотняем. Почва у меня влажная. Я всегда работаю только с влажной почвой. Если суховатая, можете сверху немножко подлить водой, прежде чем сажать. Слегка уплотняем почву. Накрываем ее полиэтиленовой пленочкой, чтобы сохранить температуру почвы, чтобы она сильно не остывала. Влагу в почве. И ставим самое теплое место. Огурцам, для того, чтобы они зашли быстро, на третий, максимум пятый день, нужна температура почвы до 30 градусов. Имейте это в виду. Поставлю на батарею. Многие спрашивают, а может, уже на рассаду нам бахчевые сеять? Арбузы дыни? Нет, 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 нет. Этим будем заниматься в конце апреля, по моей отмашке, а то наделаете дел. Снег, что ли, сажать в ледяную почву? Да сразу все погибнет. Сеем капусту цветную и позднеспелую белокочанную. Как сеять? Я уже показывала две недели назад. Посмотрите эту передачу в интернете. А мы сейчас отправляемся за покупкой семян огурцов. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам, а также жидкий биогумус и, внимание, новинка Экогрум, можно заказать в Самаре по телефону 972 70 95. Здравствуйте! В настоящее время современная селекция предлагает множество сортов и гибридов огурцов. На свой стол вы можете вырастить маленькие корнюшоны, например, гибрид Эколь европейской селекции, или проверенные гибриды со стандартным размером плода 12-14 см, такие как Уран, Герман, Седрик, Директор и многие другие. Для любителей хрустящих маринованных огурцов подойдет гибрид Бьорн голландской селекции, а любители салатных огурцов порадуют гладкоплодный огурец Пекалина. Для сохранения здоровья ваших огурцов и других овощных культур не забывайте использовать средства от грибковых заболеваний. Хорошим подспорьем в вашей борьбе за здоровый урожай может стать препарат Ридамил Голд. При этом очень важно проводить профилактические обработки фунгицидом, то есть до появления симптомов заболевания. Ридамил Голд эффективно подавляет патогены из класса возбудителей фитофтороза, ложных мучнистых роз и имеет дополнительный эффект против ряда грибков. Также этот препарат имеет инсектицидные и акарицидные свойства, то есть он высокоэффективен в отношении личинок первого и второго возраста оранжерейной белокрылки, но не токсичен для взрослых особей, несколько токсичен для паутиных клещей. Ридамил Голд может быть использован как эффективный заменитель бордовской жидкости. Еще одним эффективным методом против болезни и развития вредителей является применение систем капельного полива. Так как листья при использовании капельного полива остаются сухими, то снижается вероятность распространения болезней и вредителей, а средства защиты, применяемые вами, не смываются водой. Монтаж капельного полива занимает мало времени, и с этим справится любой человек. У нас в наличии есть все для монтажа систем капельного полива, начиная от фильтров и заканчивая ремонтными фитингами. Уголки, стартовые краны. Для получения хороших урожаев рекомендую использовать листовые подкормки серии Nutrivant Plus производства Израиль, в частности Nutrivant Бахчевой. За сезон достаточно двух-трех обработок для получения богатого урожая, чего я вам и желаю. Фирма Агромагистраль предлагает в широком ассортименте профессиональные семена ведущих зарубежных и отечественных производителей, а также высококачественные удобрения и стимуляторы роста, средства защиты растений от болезней и вредителей. Магазин находится в Самаре, на пересечении улиц Димитрово и Молодежный. Телефон для справок 8 917 818 81 18. Очень хорошо, когда снега осталось в саду мало, вот по этой оставшейся ледяной корке, снежной небольшой корке, пройтись рыхлящими темными веществами, желательно с удобрениями. Это будет и подкормка, как раз на нужную глубину уйдет удобрение вместе с талой водой. Изумительно работает эта смесь, талая вода с удобрением. Я буду использовать новинку этого сезона, почвоулучшатели, коньсонер почвы, реал сил. Расход небольшой, а эффект обещают производители этого продукта, значительный и очень быстрый, что мне как раз и нужно. А в чем ценность этого удобрения? Большой концентрации гуминовых кислот. Они образуют скелет почвы, который удерживает влагу, воздух. Питательные вещества доступными становятся для растений, потому что кислоты, органические кислоты, быстро растворяют питательные вещества, которые находятся всегда, они есть в почве, только в недоступной для растений форме. А вот кислоты делают их доступными. В кислотах, мы же это учили с вами на уроках химии в школе, в кислотах, в их растворах быстро происходит процесс диссоциации, когда молекулы питательных веществ разлагаются на ионы, именно в виде ионных бульончиков. И все питание поступает к растениям. Эффект замечательный. Я надеюсь, что это удобрение поможет мне, мне в аренду. Добрые люди сдали сейчас три сотки земли, где я собираюсь выращивать бахчу свою. А там росли заросли вишни были, сливы. То есть земля плохая. Никогда ее там никто не кормил. Вот буду спасать и восстанавливать эту землю. Одной подкормки достаточно. Вот этими гуминовыми кислотами носим. И они моментально должны сработать. Под картофель буду давать. Там картошку посажено. В основном это бахчевые культуры. Вот увидите, покажу вам, какой будет результат. Много интересных препаратов на эту тему появилось в магазине у Ларисы Игоревны Маланиной. Прислушайтесь к ее совету. Что еще можно подсыпать по снегу вот в это время? Отличный вариант. Компания Силы Жизни предлагает новинку. Почвенный кондиционер на основе натуральных гуминовых кислот. Его применение приводит к быстрому восстановлению гумуса и структуры почвы. А также способствует развитию полезной микрофлоры. Спрашивайте в магазинах вашего города. Здравствуйте, друзья. Еще лежит снег, а мы уже вышли в огород для того, чтобы снег быстрее согнать и быстрее посеять наши культуры. Или посадить картошку. В нашем магазине она уже есть. Снег сгонять будем с умом, одновременно делая подкормку. Берем сыпучее темное органическое удобрение и тонким слоем посыпаем по снегу. Я беру конский навоз или птичий помет, или вот такая рыбная мука, горчичная жмых, древесная зола. Все вместе. За неделю сойдет снег, грядка прогреется и можно будет уже что-то сеять. Малина любит азот. Берем и ей питание. Я рекомендую кровяную муку. Здесь азота предостаточно. Сейчас очень хорошо по снегу внести в грядку куриный помет или конский. Снег растает, и они вместе с талой водой войдут в землю на нужную глубину, не обжигая корней растений. Желаю вам экологически чистых урожаев. Будьте здоровы! Центр природного земледелия Ларисы Малайной предлагает семена овощных, цветочных, зеленых культур, М-товары, грунты, удобрения, фитолампы. Все для выращивания рассады. Телефоны для справок 9 545 165 2 252 305 Магазин «Капельный полив» предлагает современные аккумуляторные опрыскиватели для сада и огорода на 5, 8, 10, 16 и 20 литров. Теперь вам не нужно постоянно накачивать давление, а просто опрыскивать любимые растения. Эффективность работы в 5 раз выше по сравнению с обычным опрыскивателем. Поразительная простота и легкость работы. Наш адрес улица Минская, 25, телефон 269 11 32. Здравствуйте, дорогие друзья! В садовом центре уже кипит работа. Посмотрите, какое огромное количество растений мы 2,5 тысячи деревьев посадили в контейнер. И 35 тысяч кустарников. Вот они пришли у нас с голым корнем. Мы их посадили в контейнер, повесили этикетки. И сейчас уже начинаем выставлять на улицу. Самое главное в этот момент сформировать деревья. А сейчас необходимо сделать вот такую работу. Посмотрите, вот маленькие липы. Самое главное сейчас их сформировать. Вот эту лишнюю даже убираем. Оставляем вот этот треугольничек, все. И основную, вот видите, 2 макушки. Одну макушку оставляем. И сюда еще бамбуковые палки будем ставить и устанавливать. То есть самое главное сейчас сформировать каждую веточку. Потом будет просто, во-первых, некогда. И растения уже пойдут в рост. Оставляем на внешнюю почку. Вот здесь вот на внешнюю почку оставляем. И все. И растение готово. Мы только установим бамбук. Вот даже здесь. Вот 2 макушки. Мы не отправляем 2 макушки. Оставляем только одну. И на внешнюю почку постригли. Все. Вот. Даже вот это, наверное, уберем веточку. Пусть не растет. Все. Вот сформировали деревья. Вот таким вот образом. То есть обязательно нужно формировать деревья. Елена Николаевна сегодня покажет, как формируют большие деревья еще. Все. Истафету передаю нашему агроному. Здравствуйте. В данный момент мы находимся на площадке Курумыч. Проводим вот такие работы после зимы. Открытие, поднятие растений. Все у нас хорошо перезимовало. Зима была мягкая. Вот хвойники. Уложенные соломы. Соломы мы вчера убрали. Они у нас греются сейчас. Сосны. Приоткрыли. Но сетку не снимаем, чтобы ожогов не было. Вот ребята поднимают деревья после укрытия. Чтобы горшки тоже у нас кашпо. Земля, чтобы все оттаивало. Перезимовало. Все хорошо. Сразу делаем, формируем. Обрезку делаем и проливаем. Приводим в порядок после зимнего хранения. Убираем снег. Увозим солому. У кого есть хвойные деревья, туи, ели, можно уже их отлить теплой водой, чтобы заработала корневая система. Чтобы они у вас на солнышке не горели. Чтобы сеточкой не закрывать. Воды на взрослое дерево. 4-5 ведер на взрослое дерево. Если маленькое дерево, ведра, теплой воды, где-то 40-50 температура, пролить пару раз. Чтобы земля вокруг оттаяла. Чтобы корневая система заработала. И тогда испарение хвои будет меньше, гореть туи будут меньше. И ели тоже соответственно. Весной проводим формирование всех взрослых деревьев. Проводим санитарную обрезку, фарму, овощную. Обрезать больше 2-3 взрослого растения нельзя, иначе растение может погибнуть. Не все растения можно обрезать. Клены сильную обрезку не рекомендуется весной делать, потому что у них сильное сокодвижение. Поэтому все остальные, если у вас лишние, например, вот как у нас здесь пендула, это не спадающие ветки. Поэтому вот эти вот лишние нужно убрать. Обрезаем их на внешнюю почку также. Замазываем садовым варом, если они большие какие-то, у взрослого. Вот эти веточки оставляем, вниз смотрят хорошо. Убираем, которые мешают, которые сухие, которые мешают друг другу, трутся и мешают друг другу. Ветки все обрезаем. Так, ну все, вот это вот дерево у нас готово. Это была рябина. Так, следующее берем. Это у нас рябина обыкновенная. Ей делаем формовочную обрезочку, потому что она слишком уже потеряла свой как бы вид первоначальный. Укорачиваем веточки, чтобы у нее крона сформировалась попышней. Все веточки нужно на внешнюю почку тоже укоротить, верхушечку прирезать. Формируем крону вот таким образом. Пеньков не оставляем, обрезаем прямо до почки. Сухие, также все убираем, поломанные. Чтобы света было больше, все готово. Ставим. 9 апреля садовый центр Веры Глуховой в поселке Курумыч уже начинает свою работу. 15-го мы открываем остальные площадки. И еще в этом году будет открыта площадка около торгового центра «Амбар». Это уже 23 апреля. Все площадки начнут работать до 1 мая. И весь ассортимент растений, конечно, он и улучшился, увеличился. И плодовые растения мы уже привезли. Они у нас в холодильнике. И 9-го числа мы начинаем уже продажу. Магазины цветы садового центра Веры Глуховой предлагают комнатные цветы и средства ухода за ними. Кашпо, семена овощных и цветочных культур, удобрения, почвогрунты, инвентарь. Строительство дачных домиков. Телефон 271-09-20. Компания «Продметалл». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова